В Пенсионном фонде с 1 апреля произошли следующие изменения. Согласно постановлению правительства, от 27 марта 2013 года, номер 264 ФЗ, увеличены трудовые пенсии по старости, по инвалидности, по утере кормильца и проиндексированы на 3,3%. Согласно постановлению правительства, от 29 марта 2013 года, номер 281, с 1 апреля 2013 года, социальные пенсии проиндексированы на 1,8%. Согласно федерального закона, от 3 декабря 2012 года, номер 216 ФЗ, сумма ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг увеличена на 5,5%. Конечно, каждый получатель соответствующей выплаты, может по размеру этой выплаты лично ему прикинуть, насколько произойдет увеличение. В соответствии с федеральным законом номер 216 ФЗ, размер материнского капитала на 2013 год составляет 408 960 рублей 50 копеек. Это новость для владельцев, владелец материнского капитала. Воспользоваться материнским капиталом можно по тем же основаниям, которые указаны в законе. Это на накопительную часть пенсии, на улучшение жилищных условий и на обучение детей. В нашем управлении есть новости и для работодателей. С 25 марта прием работодателей, страхователей, индивидуальных предпринимателей производится в управлении по адресу улица Вокзальная, дом 51Б. Это сделано в интересах страхователей, так как здание у нас переполнено сотрудниками, сидят не очень удобно, соответственно, не очень удобно вести прием в таких стесненных условиях. Поэтому произошел переезд отдела администрирования. Теперь страхователи могут приходить, брать цивилизованным образом талончик по электронной очереди и по своему вопросу подходить на прием к специалисту. Надеемся, что это и ускорит прием, и улучшит условия нахождения в пенсионном фонде для страхователей. Хотелось бы опять воспользоваться случаем и подчеркнуть, что пенсионный фонд просит страхователей переходить на сдачу отчетности по интернету с электронной цифровой подписью. Переезд отдела администрирования готовился у нас почти полгода. Вот мы начали подготовку с октября месяца. Готовили этаж, завозили мебель, обустроили электронную очередь, внутреннюю АТС установили. Поэтому там будет очень работать комфортно нашим сотрудникам и, соответственно, очень комфортно будет посетителям.